Всем привет, с вами Priya. Сегодня вскрытие сундучков будет весьма интересное, уникальное. Первый сундучок, который я вскрою, будет вскрыт на бете, на тестовых серверах. Рекорд сезона, пятый ключик мне удалось пройти в ту неделю. Не особо занимаясь этим, не особо тратя на это большое количество времени. Пятый ключик был проведен за 23 минуты, это плюс 3. Получив восьмой ключик, мы решили остановиться. Точнее, решил остановиться я, ибо в 332-м эквипе, мягко говоря, делать там нечего. При неправильных статах, тем более. Ну что ж, вскрываем, посмотрим, какой же лут нас ждет месяца, так, через два. А, еще и каст идет, открывание, ничего себе. Это интересно. Угу. Угу. Так как я прошел пятый ключик, я получил теперь четвертый. Укрепленные и тиранические модификаторы являются модификаторами второго ключа, то есть они сразу уже есть. Потом следующий появляется на четвертом, следующий на седьмом и следующий на десятом. То есть, все как и ранее, только модификаторы десятого уровня были перенесены в модификатор второго уровня. Так, что это у нас? Это у нас пуха без вторичных стат. Весьма грустно на самом деле. Но, которая увешает тикающий дот на противника. И если во время этого дебафа цель умирает, я получаю небольшое количество хп. Окей. И кисти рук. Ну, кисти рук мне ни к чему, потому что за фронты, именно еженедельное задание, я уже получил 370-ю вещь. Окей, пуху потом зачарю, надену и пойду в путь-дорогу рубить ордынские головы. Ну да ладно. Перейдем к живым учетным серверам. Все-таки, хоть и играть там сейчас не особо актуально, но все же есть чем заняться на самом деле. Относительно, скоро я расскажу об этом. В тихий момент скроем сундучки и насладимся этим прекраснейшим, а именно еще и полезным лутом. На самом деле весьма хорошие запястья. А что тогда с показателем скорости будет? Процентов 10 останется, да. Ну, в принципе, на самом деле весьма неплохо. Я оставлю, надену их. Да, вполне неплохо, мне нравится. Идем дальше. Артефакты в текущий момент стали уже 139-го левела, то есть если только в момент их перегрузки они были 126-го и апались лишь только раз в два дня, то теперь, как мы можем увидеть, они апаются каждый день. И это весьма классно. По серверному времени они апаются где-то в 20 или в 21 час, что-то типа такого. Потому что, заходя в игру после полуночи, по своему местному времени, я уже вижу и личный левел артефакта. Весьма приятно. Идем дальше. Шаманчик, что у нас тут упадет. Окей. Я понял. Самые лучшие модификаторы, тройное У, усиливающий, упрямый, укрепленный. Ну, укрепленный-то ладно, и упрямый тоже. Но вот усиливающий заставит задуматься о пулах в инсте. К примеру, в квартале спулить голема и большое количество монозмеев, а именно два пака, которые изначально стоят. Будет не особо умным решением. Итак, друлидик. Что-то на него упадет. Угу. Ножки весьма хорошие, на самом деле, взамен у легендарочки в будущем. Отложу-ка я их поближе. Ну и к тому же, эта модель была добавлена в вашу коллекцию. То есть у меня даже трансмога такого не было. На самом деле, чисто вскрываю сундуки ради получения трансмога. Вот это реально классная вещь и самое полезное предназначение, которое можно в текущий момент им придумать. Это получение трансмога. На палатинок классика сейчас упадет либо колечко, либо релик, либо ожерелье, либо тринкет. Рултать что-то другое, кроме бежитерии на нем, оказывается, весьма сложно. Почему? Я даже представить не могу. Да ладно, стукни. 980-е? Что? Окей. Нет, я, конечно, доволен. Даже очень. Но... Они могли упасть на ДК и улучшить его. Так как на ДК именно нонсетовые вещи высокого этом левела ценились бы мной очень сильно. В текущий момент все мои твинки, они одеты, назовите, мифик плюс сундуки. Конкретно на ДК, как он является... Конкретно на ДК, так как он является рейдовым персонажем, которым я посещаю рейды еженедельно. Убивая первого босса и ластов. Как-то все заменено рейдовыми шмотками, и найти вещицу с мифик плюса, в принципе, невозможно. Ее и нет. Все исключительно с рейдов. Ну, я же говорю. Зачем оно нужно? Престол Триумверата самый лучший инст для рандомов. Посещайте его вместе с рандомами, и в вашей квартире станет очень жарко, особенно в вашей комнате. Самый лучший способ согреться холодной ночью. Что же на вару упадет? Нет, ну если челюсти ледопасти упадут вторые к концу контента, будет весьма интересно на самом деле. По-моему, я уже стою около сундучка. Или нет? А, ну да. Я же заранее их подгоняю к сундуку. Чтобы, так сказать, ускорить процесс. Угу. Ну, теперь мне стало все понятно. Вот. Ну, на самом деле ничего не понятно, если честно. Так что, какой-то вот такой лут. Весьма неплохо, если честно. Лут на бете меня порадовал больше всего. Ну, а на живых серверах, в принципе, уже одеваться-то и ни к чему. Ну, с 960-м, 970-м и крипом. Замена его будет примерно на 117-м, 118-м уровне. Полностью все сменится по типу пантеоновских апнутых на фулл тринкетов. И, может, каких-то там сет-бонусов к 119-му. Вот. Ну, а ознакомиться с мифической плюс-таблицей, конкретно лутом с мифик-плюсов Battle for Azeroth, можно в ВК-группе. Чуточку там вниз пролистнете. Хотя я даже, наверное, ссылочку в описании оставлю. Так как некоторое количество людей уже спрашивало насчет этого, что какой лут нам будут давать с десятых ключей, какой лут нам будут давать с вторых ключей. Ну, все в табличке отражено. Как говорится, наслаждайтесь. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги и не болейте. До скорого.